Следующий вопрос «Изаштарата аля гиба тихи савап? Валям юбайин мигдар савап?» Если человек подарил подарок и обусловил, что получивший подарок должен дать ему что-то взамен, но при этом не разъяснил, что конкретно и сколько конкретно должны дать взамен. Говорит первое мнение в этом вопросе, это мнение Мама Шафи, а также Загиритов, а также Абусаура, а также некоторых ханбалитов. То, что такой подарок является недействительным. Какой подарок является недействительным? Первый или ответный? Первый. Говорит «Валяй джуз азалика» и это не является разрешенным. Потому что это уже является торговлей взамен того, что неизвестно. То есть можешь ли ты продавать, допустим, компьютер кому-то за деньги, но не назначая, сколько эти деньги стоят. То есть какая конкретная цена? Не можешь. То же самое говорит здесь. Человек отдал подарок с обуславливанием взаимного подарка, но не обусловил, что конкретно взамен он должен получить. Говорит «Вамазову Малику Абиханифа» и второе мнение в этом вопросе, это мнение Мама Малика, а также Абу Ханифа и внешнее слово Имама Ахмада «Анна Атасих». То, что такой подарок является действительно. «Волхавлюл-кадим ли Шафи» и это старое мнение Мама Шафи в вопросе «Вакалеби имена Таби'ин», что касается Таби'инов, то этого слова высказали Атла, а также Аль-Касим, а также Абузинат, а также Ахарун, другие. И это мнение Шурайха, а также Раби'а, то есть шейха Имама Малика. Вот создали хадис Ибн Аббас, аль-Лазиф иль-Баб, и в довод привели хадис Ибн Аббаса, который у нас в главе, то есть под номером 925. Что там приходит? Человек подарил верблюдцу и обусловил взаимный подарок. Но из этого хадиса понимается, что он не обусловил какой-то конкретный подарок. Поэтому пророк ему что-то давал и спрашивал «Доволен ли ты?» Тот говорил «Нет». Еще давал. Доволен? Нет. Еще давал. Видишь, если бы он заранее указал, что он хочет взамен, вот этого диалога троекратного не произошло бы в своей основе. Дальше говорит «Ваби Асар Умар, а также Асар Умара ибн Хаттаба». Потому что тоже он сказал, тот, который подарил подарок, желая за это возмещение, то он имеет право вернуть свой подарок, если ему не выдали должного возмещения. Опять-таки отсюда понимается, что конкретное количество возмещения не было указано. Говорит обе хадисы аль-Мусульмана аля Шурутыхим, а также приведенцы второго мнения, привели в довод хадис, мусульмане должны соблюдать свои условия. «Сказали, как тогда в этом случае поступать, если человек подарил подарок и обусловил, чтобы ему дали взаимный подарок?» Но он не указал, что за взаимный подарок конкретно имеется в виду. В этом случае, говорит, получивший подарок должен что сделать? Возместить его такими возмещениями, пока тот не останется довольным. Если же он не сможет возместить таким образом, что тот останется довольным, то первый, то есть тот, кто подарил первый подарок, может что сделать? Забрать его обратно. «Культу вагадал ковля у ссава паллава алям» Говорит Шихмамат Аль-Хизам, и это второе мнение является наиболее верным в этом вопросе. «Саида» говорит примечание. Говорит, если человек что-либо другому подарил, и этот подарок, находясь у этого второго человека, тагайрат, то есть изменился, либо добавился, либо убавился, и потом он не возместил подарком этим, и тот решил забрать свой подарок, то этот первый не должен возмещать каких-то убытков относительно подарка, который он получил. «Илля аньякуна салбан лабисаху, ау гуляман иста амалаху, ау джарьятан истагдамаха» Кроме как, если это будет одежда, которую он поносил, или слуга, которую он использовал, или рабыня, которую он тоже использовал. «Фамма агэр залика ида нақаса фалаши алих» А все остальное, если произошло относительно этого убыток, то он не должен ничего возмещать. «Факана анди мисларрахан воззиадуан нуксан лисахибихи» Говорит, и это подобно чему залогу. Если он увеличился или уменьшился, то хранящий этот залог не несет за это ответственности. Так, подведем итог относительно этого вопроса. Человек подарил другому подарок. Как мы сказали в вопросах-подарках, мы говорим о чем-то большом. Земельные участки, помещения, автомобили, а не просто о мороженом или цветах. Так, что-то большое. Подарил подарок, но обусловил, что тот должен дать подарок какой? Взаимный. Но не указал, что конкретно понимается под взаимным подарком. Действительно такой подарок первый или недействительный? Правильное мнение, что такой подарок действительно. Хорошо, как тогда поступать? Тот, который получил подарок и должен отдать взаимный подарок, должен отдавать такие подарки, пока тот не останется довольным. Если же он на это не способен, он может вернуть этот подарок, а тот может его забрать. Если же он возвращает подарок и в этом подарке произошло что-либо из накс или зьяда, что-то из убавки или добавки, что-то испортилось, может быть и так далее, то держащий подарок в своих руках, первый, не обязан ничего возмещать. То есть просто вот этот подарок обратно возвращает и все. Какие-то убытки никакие не выплачивает.